Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И в одном из предыдущих своих видео я говорил о направлении деятельности лаборатории, одного из основного направления деятельности, а именно о психофизиологических обследованиях. Здесь на слайде PowerPoint вы можете видеть те виды обследований, которые мы проводим, которые мы осуществляем. Первый пункт, самый важный для нас, это так называемые периодические психофизиологические обследования со среднесрочным прогнозом 1 раз в год, то есть 1 раз в год работники в соответствии с всеми нашими приказами, прежде всего это приказ 532, к нему идет приказ 233, и сейчас к нему еще добавился административный регламент Ростехнадзора 721. Значит, раз в год работник потенциально опасного производства должен проходить периодические психофизиологические обследования с выдачей, оформлением справки по форме приказа 34С. Соответственно, вот эти психофизиологические обследования для нас являются основными и обязательными в оценке работников потенциально опасных производств. Далее, на каждом предприятии существуют процедуры приема на работу, когда человек приходит, трудоустраивается, его, значит, спрашивают о чем-то в отделе кадров, еще что-то, и мы эти обследования для наших предприятий тоже проводим. Соответственно, это первичные психофизиологические обследования, входной контроль, оцениваем, кто пришел. Хорошо, когда кадровик опытный, а если это неопытная молодая девушка, и не сидит ли перед ней шизофреник, или алкоголик, или тунеядец, условно говоря, в кавычках все это беру, без прикрас прямым текстом, очень важно понять. И не всегда девочка-кадровик или мужчина-кадровик может в этих вопросах разобраться, поставить точку окончательно и бесповоротно. Мы карты не раскидываем, у нас все в цифрах, в цифрах, в графиках, в диаграммах до второго знака после запятой. Соответственно, мы можем четко себе представлять, кого мы перед собой видим при первичном психофизиологическом обследовании. И, наконец, не менее важный момент, это так называемый предсменный контроль. У нас разработаны специальные программные средства, автоматизированный программный комплекс APK-KD, контроль-допуск, и, соответственно, мы его предлагаем к реализации для наших контрагентов. И сами, собственно, проводим предсменный психофизиологический контроль лиц, выходящих на рабочую смену с потенциально опасными видами работ. Ну вот, собственно, это три основных вида ПФО. Есть определенные нюансы, есть тонкости во всем этом. Слайд такой пустой, можно сказать, получился. Если тут расширять и говорить более углубленно о каждом из этих видов контроля, то тут мне можно целую монографию написать, объясняя, что и как все это происходит, как это все делается. На этом все, пожалуй. Если будут вопросы по этим моментам, смело задавайте их под этим видео или пишите нам на электронную почту. И, соответственно, мы на все вопросы будем отвечать, опять же, или в видео, или лично через электронную почту. Можно заходить в нашу группу ВКонтакте, там задавать эти вопросы. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши видео, на наш канал. И всего вам хорошего. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok